Как настроение с утра? Хорошо меня слышно и видно, да? Здорово, отлично. Хорошо, что меня видно и слышно, это замечательно. Я пытаюсь понять вот так, да, развернуть камеру, чтобы всё было хорошо видно. Ну что, ребята, давайте начнём. Время 9 утра. Сегодня мы решили с вами пообщаться по поводу того, как сопровождать новичков. Я немножко захвачу тему до и тему после сопровождения, для того чтобы... Потому что тема, как вы понимаете, она достаточно обширная. Да, я помыла голову. Тема достаточно обширная, и как бы вопросов много. Но я освещу только то, что сейчас посчитала нужным, на то, на что, как мне кажется, нужно обратить внимание. Хотела бы подчеркнуть, что я не истина в последней инстанции, что у меня опыт исключительно месячной работы с тёплым рынком. Поэтому я расскажу непосредственно о своём опыте. Безусловно, какие-то изменения у вас могут быть. Ну, это лишь мой опыт. Ну, как бы не забывайте об этом. Вот. Давайте начнём. Итак, ребят, до регистрации. Небольшой этап. Что у нас здесь? До того, как мы зарегистрировали новичка, у нас происходит с новичком общение. Общение обычно происходит один на один. Сейчас, две секунды. Я извиняюсь, у меня какие-то посторонние шумы. Я решила просто всё закрыть, чтобы ничего не отвлекало. Мы живём на первом этаже, и здесь очень интересно. У меня, на самом деле, первый опыт жить на первом этаже. Я не знала, как это вообще происходит, и теперь имею представление. Небольшое отвлечение. Волгоград вообще очень интересный город. У нас здесь под окном такой сад-огород, развернутый у бабушек и дедушек. Они очень любят вставать в пять утра. У нас окна открыты, потому что лето и жарко. И у нас день начинается очень рано. Мы им очень благодарны, что они у нас будут постоянно со своими вёдрами и поливом своего огорода. Ну вот. О, Наташа, привет, Варгина. У неё были проблемы со связью, но получилось выйти. Это здорово. Наташа, комментируй, если есть желание, то, о чём я сейчас буду рассказывать. Итак, продолжим. Я отвлеклась немного. Продолжим, ребята. Этап до регистрации. Что здесь важно? Здесь важна оперативность. Когда вы общаетесь с новичком, точнее, ещё не с новичком, а когда вы общаетесь просто с человеком, с вашим тёплым рынком и начинаете завязывать с ним общение непосредственно по бизнесу. Очень оперативно. Я заметила, что важно обязательно оговаривать сроки с новичком. Например, когда мы предлагаем ему созвониться с нашим спонсором, я заметила, что слово «сейчас» работает намного лучше и продуктивнее, чем какие-то назначения встреч на следующий день. Я заметила, что когда мы назначаем созвон со спонсором на следующий день или через день, получается так, что кандидат либо не отвечает на следующий день, где-то процентов 50 сливается, а может быть даже и больше, пока статистика у нас такая. Поэтому я заметила, что если, когда мы общаемся с нашим кандидатом, мы пишем ему, а тебе удобно сейчас будет пообщаться с моей знакомой, то это срабатывает намного эффективнее, потому что если человек реально готов прямо сейчас включиться, то он сделает это реально прямо сейчас. Он не будет откладываться на какие-то там потом, через неделю или какие-то другие моменты. Ему интересно информацию получить как можно быстрее. Ну и мы, естественно, в этом заинтересованы. Чем мы оперативнее будем работать, тем быстрее. Во-первых, новичок поймет темп, точнее еще не новичок, а кандидат. Он поймет темп, который мы ему задаем, и сам этому темпу тоже будет следовать. После созвона со спонсором сразу кидаем регистрационную форму. После того, как спонсор созвонился с вашим кандидатом, спонсор говорит вам, да, все, кандидат готов, он согласен, сразу кидаем регистрационную форму. И я тоже заметила, вот на примере нашей розы, мы уже несколько раз кандидатам кидали регистрационную форму, но так получалось, что почему-то до самой регистрации, то есть заполнения формы у нас дело до что только сегодня. Один раз. Поэтому я заметила тоже, что хорошо было бы ставить там сроки. Например, мы кидаем регистрационную форму и говорим, заполни регистрационную форму, пожалуйста, сегодня. И обязательно указываем, для чего это, почему это важно. А это действительно важно, потому что, допустим, вчера у нас было две заявки у Розы на регистрацию. И получается, что если первый человек, у нас была вчера Катя и Эльмира, если Катя заполнит регистрационную форму быстрее, чем Эльмира, то у нас получится, что Катя будет спонсором Эльмиры. И вот об этом тоже нужно новичку в предельно понятной форме донести, о том, что чем оперативнее ты сейчас сработаешь, тем скорее больше плюшек ты получишь потом. Как только новичок кинул регистрационную форму, заносим в базу его тоже сразу, не ждем. Потому что это целый процесс. Вот те вещи, о которых мы сейчас говорим, те вещи, которые нам необходимо выполнить до регистрации. Если нет возможности занести в компьютер, всегда есть рядом телефон, с которого тоже можно занести новичка в базу. У меня недавно было так, что не было компьютера под рукой, но нужно было срочно это сделать. Я сидела и мучилась. У меня не получалось занести что-то с сайтом, какие-то были проблемы. Я заносила три раза через телефон, но в итоге все-таки прорвалась к компьютеру, и регистрация это сделала. Но попытки были совершены, и это как бы я себе в зачет взяла. После того, как мы зарегистрировали нашего ребенка, человека, новичка в базу, сразу его поздравляем в личку. Поздравляем его в личку, созваниваемся, говорим ему номер консультанта и пароль. Объясняем ему, опять же, что это. Твой личный номер консультанта такой-то, пароль для входа на сайт Арифлейм такой-то. Я обычно пишу, хочешь, можешь делать прямо сейчас заказ. Или объясняем ему о том, что изучай. Есть сайт, пожалуйста, изучай. Следующий этап, шаг номер один, это сопровождение новичка. Я сначала, знаете, начала расписывать день номер один, день номер два, а потом поняла, что сейчас удобнее делать именно это в шагах, потому что у каждого по дням это фактически на разное количество времени приходится. Итак, у нас регистрация. Здесь, опять же, важна оперативность, общение с новичком. Общение должно быть теплым и по большей части дружеским. Когда мы общаемся с новичком, мы должны представлять, хотя бы общую картину иметь о том, кто он такой, чем он занимается. Потому что в нашем бизнесе, в сетевом, очень важно общение, очень важно установление личностных связей с человеком. Мы здесь не просто работаем по найму, и для нас не просто важен результат. Если мы установим теплые, хорошие отношения с нашим новичком, а в будущем с нашим партнером, это поможет нам в дальнейшем намного продуктивнее работать. И вообще приятнее работать с человеком, с которым установлен контакт, и есть общие точки соприкосновения. А это как раз мы можем выяснить в нашем общении. Как только мы зарегистрировали новичка и познакомились с ним, мы можем продолжать наше общение дальше, не останавливаться. Итак, после того, как мы зарегистрировали новичка, следующий шаг – это телеграм. Это обязательно знакомство с командой. Наша работа, она командная, и в одиночку здесь ничего не получится. Обязательно ввести человека в чат, дать ему понять о том, что у нас реально здесь происходит движуха, о том, что только спонсором Арифлейм не ограничивается, что это целая огромная команда, которая каждый день делает одни и те же действия. Те же действия, что и будет делать наш новичок. Это на самом деле очень хорошо сплочает и дает возможность новичку общаться не только со своим спонсором, но и с другими людьми в команде. Мы сразу, как только я начала свою работу, мы… Ну, нет, наверное, не сразу, да, Наташа, может быть, на вторую или третью неделю. Я прямо вот реально начала работать с августа, я считаю. Раньше я считала, что с июля, но на самом деле в июле у меня ни одной личной регистрации не было. Поэтому я считаю, что моя работа началась непосредственно в августе. И где-то на вторую или третью, может быть, на первую неделю мы ввели с Наташей так называемый чат на троих. Чат на троих – это очень классная тема для плотного сопровождения. Особенно если я, как спонсор, была еще новичком тоже в этом деле. Что такое чат на троих? Чат на троих объединяет в себе три человека. Я, как спонсор, который пригласил человека, новичок, соответственно, и ваш вышестоящий спонсор. Одновременно с теми чатами, которые у нас есть общие, это чат о красоте и здоровье, в который я в первый день ввожу новичка, чат новичка, соответственно. И третий чат, который мы создаем в этот же день, это чат на троих. В каждый чат, когда мы вводим новичка, мы обязательно с ним приветствуем его для того, чтобы команда обратила внимание и тоже поддержала наше бурное приветствие нового человека. Чат на троих непосредственно создан для того, чтобы спонсор, ваш вышестоящий, вы как спонсор, ваш спонсор над вами, который контролировал и давал обратную связь по поводу того сопровождения, которое вы ведете. Это первое. А второе, новичку очень важно быть постоянно в общении. И если так получается, что у вас нет возможности сейчас ему ответить, но на самом деле, ребят, лучше такого не допускать на первоначальных этапах, потому что нужно постоянно давать обратную связь новичку, постоянно отвечать на его вопросы, потому что этих вопросов их очень много первое время. Если так все-таки произошло, то ваш спонсор может вас поддержать и обратную связь новичку дать. По поводу чата на троих, у вас есть какие-то вопросы? Хорошо, если нет вопросов, движемся дальше. И в этом же дне, обычно в первом дне, и вот эти вещи я обычно делаю именно в день, когда регистрация была проведена новичка. Я кидаю обычно презентацию Лили Донсковой, можно кидать презентацию Ирины Волковой. Обязательно, ребят, прежде чем новичку кинуть какое-то видео, нужно написать, что он получит, смотря это видео. Потому что если просто так закидывать новичка видео, одно, второе, третье, четвертое, это не даст своего результата. Если в личку вам кинуть пять видео и не прокомментировать, что это такое, вероятность того, что человек посмотрит, очень маленькая. Нам важно именно качество. Нам важно, чтобы человек посмотрел. Важно же не то, чтобы вы выполнили свою работу, а чтобы от этого был эффект для того человека, для которого вы это делаете. Ведь наша задача вырастить из этого новичка как минимум кью-рекрута на первом каталоге. Поэтому прежде чем вы кидаете презентацию, например, Лили Донсковой в первый день, вы говорите, кидаете это видео и поясняете. Когда ты просмотришь это видео, ты узнаешь о нашей компании необходимые сведения, познакомишься с нашим директором. Например, я думаю, что этими словами можно заинтересовать человека. Или вы знаете его интересы и заинтересовываете тем, что интересно этому человеку. Вы его заинтересовали, а после того, как он посмотрел презентацию, желательно на эту тему пообщаться. Дать ему спросить, что понравилось, что не понравилось, обратную связь от новичка получить. Здесь важно, что какой вы темп задаете, так новичок и будет работать. Если вы кинули ему презентацию через неделю, ну, ребят, извините, как бы не будет этот новичок с вами. Он не останется и не будет ждать целую неделю. Человек, которого только ввели в бизнес, да еще и эта работа удаленно, то есть мы друг друга не видим, если сроки не соблюдаются, то он уйдет и будет прав, потому что работа проведена не была оперативно и быстро берем и делаем свою работу. На втором шаге мы общаемся, передаем новичка спонсору и общаемся о вводном курсе. Это непосредственно спонсор уже проводит. Опять же, прежде чем кинуть ему номер телефона, точнее время, в которое ему позвонит спонсор, презентуйте вводный курс. Что получит новичок, просмотря вводный курс? Мотивация и формирование заказа, оформление заказа. Вот на сегодняшний день, когда у нас в течение 11, 12 и 13 каталога есть возможность при заказе в течение 72 часов на 1000 рублей по потребительской цене, когда наш новичок получает бесплатную регистрацию, эта скидка в 149 рублей у нас получается, да, и бесплатную доставку до СПО. У нас есть возможность на этом акцентировать наше внимание и запустить новичка как можно быстрее помочь ему сделать заказ. Потому что мы, конечно, много можем говорить о том, как важно приглашать в бизнес, как важно звонить и общаться с новыми людьми, но если мы не обучим нашего новичка, как делать заказы, а в частности, как сделать 150 баллов для того, чтобы ему получать заработную плату, не отмотивируем его на то, что 150 баллов делать важно, то, ребят, ну, какой смысл? Потом такой же новичок будет приглашать таких же людей, которые не будут делать 150 баллов, и фактически качество от нашей работы не будет никакой. Следующий шаг, который мы делаем, это школа новичка. Мы даем ему доступ, это ссылка на школу, и проходим уроки, кидаем ему пароль. Опять же, перед тем, как кинуть каждый урок, я этот урок презентую, рассказываю ему то, что он узнает, когда пройдет этот урок. В нашей команде, как только новичок прошел урок номер 1.1, мы сразу начинаем работать с теплым рынком. Мы сразу начинаем работать с его теплым рынком, со списком его знакомых. Начинаем сразу обрабатывать по 5 контактов в день. И параллельно подключаем следующие уроки школы. Потому что если новичок сюда пришел за деньгами, а мы сюда все пришли за деньгами, если мы будем откладывать приглашение людей в бизнес им, то время, когда он начнет зарабатывать деньги, оно сильно откладывается и затягивается. Поэтому мы сразу начинаем работать с нашим новичком с теплым рынком. С теплым рынком нашего новичка. Ребята, утром даем задание, вечером контролируем выполнение. Как у нас это обычно происходит? С утра я в чате на троих, например, говорю, «Виолетта, сегодня мы проходим урок номер 1.1». Пройдя этот урок, ты узнаешь, как приглашать свой теплый рынок и общаться со своими знакомыми. Если ты это будешь делать продуктивно, то ты очень быстро вырастешь. И давай сегодня создадим одну страницу в Инстаграм. Вечером я либо звоню, либо отправляю голосовое сообщение. «Виолетта, как получилось? Отчета об уроке нет? Какие-то трудности, затруднения возникли?» На первоначальных этапах, да и вообще в принципе, пока человеку нужна очень сильно ваша поддержка, нужно хвалить за каждое его действие. Абсолютно за каждое. Это хвала не для того, чтобы сделать галочку «Так, я тебя похвалил, здесь я тебя похвалил, здесь я тебя похвалил». Это хвала для того, чтобы ваш новичок был замотивирован и он понимал, что он действительно делает правильные действия, и эти правильные действия приведут его к результату. Поэтому за каждый его поступок мы его хвалим. говорим ему о том, какой он молодец и что он движется в правильном направлении. Ребят, на этом этапе есть какие-то вопросы, может быть? Хорошо, вопросов нет. И последнее, что я интересного бы хотела сказать, это то, что, ребят, не всегда бывает гладко. И это нормально. Сетевой бизнес, как вы знаете, это бизнес больших чисел. Не всегда бывает так, что все новички включаются. Это странно, может быть, ведь мы все были в здравом уме и твердой памяти, когда соглашались на регистрацию в Reflame. По крайней мере, мне так казалось. Но иногда получается так, что мы зарегистрировали новичка, начинаем с ним работать, а он не готов или не хочет. Бывает и так. Поэтому здесь мы работаем до трех неответов. Как только вам человек три раза не ответил, например, вы кинули ему презентацию, там, например, позвонили, нет ответа, или там завтра, послезавтра, да, говорит вам новичок. В следующий раз вы попытались ему позвонить, в следующий раз кинули ему какую-то мотивашку. А новичок ваш не отвечает. Это говорит лишь об одном, что не нужно больше его трогать. Возможно, когда-то вы потом к нему вернетесь, и тогда, когда вам нужно будет закрыть период, вы вспомните о нем и расскажете ему о какой-то акции или программе, которая у нас проходит в компании. Но на этом этапе нужно перестать тратить на этого новичка силы и идти дальше, дальше, дальше и дальше, приглашать новых людей, которые будут заинтересованы в том, чтобы работать. Сами мы своей личностью можем заинтересовать человека, можем его отмотивировать и вести его вперед. Но если у человека нет желания, а это как минимум 50% нашего общего успеха, то ничего вы с таким человеком не сделаете. Если у него нет желания, если он еще не готов и не понял, что здесь и как, то лучше оставьте этого человека и идите за другим. Безусловно, наша задача как приглашающих спонсоров – это донести всю информацию, рассказать о том, как работает сетевой маркетинг. Тогда мы можем сказать про себя, что да, я свою задачу выполнил. Но пока мы этого не сделали, нужно пытаться донести эту информацию до человека. Не получилось, идем дальше. Это, в принципе, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Пока жду ваших вопросов, подведу небольшое резюме. Итак, очень важно в сопровождении новичка сразу брать его в хороший, быстрый темп, давать ему акцент на том, что необходимо проходить школу новичка, что необходимо оформить заказ, и как важно делать 150 баллов. Обязательно хвалим нашего человека, который попал в новое дело, и у него обязательно все получится. Мы не только в него хвалим, но и в него верим. И работаем до трех неответов. Контролируем выполнение задания. Утром дали задание, вечером проконтролировали, так ли все получилось. Насколько я вижу, в комнате нет новичков, которые еще не занимались приглашением. Все, ребят, всем большое спасибо. Если нет вопросов, то на сегодня я все. Всем удачного дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok